Это долго неинтересно, тем более есть небольшие отклонения, на которые пока можно не обращать внимания. Но есть и довольно-таки серьезные, которых нужно знать. Первое, это жесткость воды. Знаем, вода у нас очень жесткая. Если по воздуху нам положено от 2 до 7 единиц по шкале жесткости, мы имеем на сегодняшний день от 12 и выше, в зависимости от района города. Как раз от этого у нас квартира. Заизвестованы краны смесителей, нагрев чайника, огромное при кипячении. У людей это что? Это камни-песок, почка там разрывавшаяся, больные суставы. В организм вот это все здесь откладывают. По хлорированию. Превышение идут так же. Средне по городу 3,5 раза. Особенно в утреннее и вечернее время, когда идет процесс хлораза. Мы в своих квартирах визуально можем наблюдать белый матовый цвет воды и устойчивость запах хвора из края. И вот люди аллергики, астматики, детки малые, они к этому чувствительны. Элементально не могут умыться даже этой водой. И самые опасные вещи, которые были обнаружены, это нитратные соединения. Короче говоря, нитраты. Как они влияют на организм, я думаю, рассказывают вам внимательно. Вы все люди взрослые понимают. Хочу ли сказать, что по ГОСТу нам положено 45-50 мг на 1 литр воды. Это допустимая норма. Мы имеем на сегодняшний день по факту от 120 до 170 мг. То есть превышения идут колоссальные. И самая опасная вещь, это был обнаружен бензопирен. Бензопирен, еще его называют. У кого возможно есть дома интернет, кто пользуется, либо справочники медицинские. Почитайте для себя полную информацию. Вкратце я сейчас объясню. Это канцерогенное вещество, остаточное от нефтепродуктов. Класс А опасность, и ему уже был присутствует. Чем он для нас опасен, этот бензопирен? При постоянном попадании в организм вызывает как массу инфекционных заболеваний. И, к сожалению, является прямым возбудителем онкологии. То есть онкозаболевания. Ну а Луганская область мы с вами подскочили за последние только 3 года. С 17 на 3 место по онкологии. В том числе и детстве. Из-за чего эти работы сейчас и ведутся. По-божеству и области в целом. Но в отличии, вот не тратных соединений, бензопирен, мы уже визуально можем наблюдать даже у себя квартира. То есть как ее определить, я сейчас наведу пример. Вот когда мы воду с подкравлением скепятили, ну чай заварили, кофе или компот, при остывании сверху образуется маслянистая пленочка. Вот это он и есть, да. И если вы такую пленку у себя в квартирах наблюдаете, то ни в коем случае эту воду употреблять нельзя. Естественно, запретить вам никто не может это сделать. Но вы хотя бы уже будете знать, что это такое и к чему это ведет. Теперь немножко расскажу, что с этим делается по городу. Начнем с нашего органа канала. Ну вы можете его ругать, можете не ругать. В принципе, это ваше дело личное. У каждого из нас свои к ним претензии. Но определить претензии по поводу очистки воды не проблематично. Из-за чего? Так как регулярно меняются водоочистные сооружения. И вода в них на выходе, подчеркиваю, на выходе чистая питьеварка. Та, за которую мы с вами платим огромные деньги по сути. Почему-то отдельно каждому квартиру компактные пятиступенчатые очистительные станции. Налый такой большой. Устанавливаются они вам в кухонное помещение вниз под воду. И честно. Это граф дополнительный. Выводится на поверхность. То есть по факту будет два крана. Один ваш, который сейчас. Идти уже чистая питьевая вода. То есть вы пьете в сыром виде. Готовите на этой воде. Упорите. Не берите. Не покупаете в воду. И от соседей вы так же ж не зайдите. Платят на залуды или нет. Это ваша система у вас не платит. Но, к сожалению, этот проект уже не бесплатный. И хочу сразу сказать. Стоимость его изначально для общего населения была далеко не маленькая. То есть заставляла она 2,480 сама система. Плюс 300 гривен установка работы с ней связанной. На квартиру выходила почти 3280. И когда на этом этапе на межрепоплощаде, этот проект в жизнь по регионам Украины, столкнулись с той бедой, что наши с вами пенсии зарплаты меньше, чем стоимость данной системы. Что люди в этом нуждаются. Но, к сожалению, не могут себе позволить по такой цене. Поэтому на втором межрепостном собрании директоров, уже наших руководителей, мы документально подтвердили анализы воды в нашей местности, статистику пенсии зарплат, и статистику заболевания этой воды. Был, конечно, долгий разнобор, скажу честно, но все-таки было принято решение о выделении на Луганскую область 150 тысяч таких систем и годных. Цифра вроде бы и большая, но, к сожалению, на всю область, вы сами понимаете, это капля моря. К сожалению. Естественно, чертили круг лиц, которые смогут воспользоваться данными льготными системами. Я их сейчас перечислю, эти категории граждан. А вы внимательно послушайте. Может, у вас или у училиров ваших семей это не будет. Первое – это семьи, где есть дети до 16 лет. Многобетные семьи. Матери-одиночки, дети-инвалиды. Изначально этот проект был направлен на наши детей, где-то было главным условием. Наряду с ними идут также инвалиды первой и второй группы. Третью, к сожалению, не взяли в расчет. Но, извините, вопрос уже не к нам. Сказали двух парабочих. Ветераны войны, дети войны, участники боевых действий, чернобыльцы и ветераны труда. И те люди, у которых общий стаж на производстве по трудовой книжке превышает 25 лет, но ветераны труда они не получили по нашему законодательству, хотя имеют на данную льготу полное право по трудовой среде. На что теперь могут рассчитывать уже данные льготные категории? Первое – с ними заключается двусторонний договор. Строком на три года – с права продления до 12 лет на бесплатное гарантийное обслуживание данных систем. То есть все работы, которые будут проходить с этими системами в течение 12 лет, льготникам будут проходить абсолютно бесплатно. Второе – установка этой системы на квартиру будет стоить не 300 гривен, как это для общего населения, а производиться мастерами нашего центра по купону договора также абсолютно бесплатно. И третье, что я считаю самым важным, эта самостоимость системы будет составлять по льготе, не 2780, как для общего населения, а практически половину дешевле – 1500. Это единоразовый платеж, никаких ежемесячных здесь не назначается. И уже теперь гораздо больше семей смогут все это позволить. Но, к сожалению, не все льготники. На это есть попросту две причины простые. Первое – банальное, техническое. Но не у всех на квартире эту систему возможно поставить. То есть она имеет свои особенности подключения и свои габариты. Это надо специалистам визуально смотреть, можно будет ее поставить или нет. Так как много людей хотят, но по техническим причинам это невозможно. А вторая причина, я уже сказал ранее, их выделено ограниченное количество. То есть мы занимаемся сейчас льготным распределением по области. На каждую улицу, каждый дом, каждый плат. К примеру, на ваш подъезд, пока нет, не скажу. Было выделено всего-таки три системы льготных. То есть я понимаю, это немного. На общих основаниях, хоть в каждую квартиру, по льготе всего три. Вы просите, конечно, к вам. У вас есть данные льготные категории, которые присутствуют? Если есть, назовите. Со мной работают специалисты, то есть они мне нужно следовать и посмотреть, и мне нужно следовать. Я не могу следовать. Я не могу следовать. Я не могу следовать. У меня ребенок льготный. У меня ребенок льготный. И мне скажешь. Ребята предлагают эту водочистную систему установить. Мне это кажется самое настоящее. Мошенничество и одурачивание пенсионеров, льготников. У него нужно попасть, чтобы там провести работу эту. Может еще кто-то найдется. Один. Человеческая жадность безразлична. И вместо за полторы тысячи купить ненужную игрушку. Которую потом выбросить сюда еще. Продолжение следует. Продолжение следует.